ТОБОЛЬСКОГО ВРЕМЕНИ ТОБОЛЬСКОГО ВРЕМЕНИ ТОБОЛЬСКОГО ВРЕМЕНИ ТОБОЛЬСКОГО ВРЕМЕНИ ТОБОЛЬСКОГО ВРЕМЕНИ конек-горбунок. Уже пятеро табаляков подключились, и мы узнаем, каким же будет Новый год у конька-горбунка по мнению наших табаляков. Также с 13 числа мы запускаем сказочную почту. 3000 открытки улетят во все уголки мира с поздравлениями из города Тобольска. Также вы можете поучаствовать в квесте «Получи 20 тысяч за 20 заданий от царь-девицы». Еще много-много приключений ждет в Тобольске, но хочется отметить, что в этом году более 20 горок на территории города Тобольска будет установлено, в том числе две деревянные, высотой порядка трех метров с Менделеева и у торгового центра «Жемчужина Сибири». Ну, а в скором времени мы откроем наш сказочный городок на территории Красной площади. Это очень замечательно. Я хочу сказать, что место расположения всех горок, а их всего 27, можно узнать на картах. Карты располагаются на сайте администрации города Тобольска и в пабликах ВКонтакте. Успевайте запечатлеть себя, своих близких, вот этих замечательных фигур в студии. Спасибо большое, Наташа. Кстати, из-за теплой погоды автомобильное сообщение через Ртыж закрыто. Переправу Тобольск-Бекерево продолжают намораживать, однако есть лихачи, которые ездят по льду на свой страх и риск. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Строительство переправы начали сразу после ухода парома. Несколько морозных дней сделали лед крепким. Это позволило начать подготовку третьей полосы. Идет намораживание ледяного панциря. Каждый слой в 3-5 сантиметров заливают водой и дожидаются промерзания. Однако оттепель не позволяет ускорить работу. Наливать эту воду можно только при температуре воздуха меньше минус 8 градусов. Вот сегодня сейчас минус 1. Как мы можем наливать? Понятно, что никакого результата не получим. Поэтому мы ждем температуру соответствующую. Синоптики обещают, что уже с пятницы наступит похолодание. Ночью температура воздуха опустится до минус 15 градусов. И если прогноз оправдается и морозные дни простоят хотя бы дня три, то уже в понедельник соберется комиссия, чтобы открыть одну полосу с двусторонним движением. По существующей дороге водители переезжают на свой страх и риск. Ведь толщина льда пока не позволяет совершать свободное движение автомобилем. При такой температуре транспорт весом до 4 тонн может двигаться при 32 сантиметрах. У нас где-то сантиметров 15. Поэтому люди, конечно, рискуют своей жизнью, жизни своих близких сейчас. А остановить их, вот, ну, знаки, по крайней мере, их не останавливают. Запрещающий знак водители игнорируют. Однако в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на переправе дежурит специалист службы обеспечения безопасности на воде. Ну, у меня здесь в будке спасательные круги, есть веревки. Сразу сюда, ну, помочь. Несмотря на опасность, люди продолжают ездить через вертыш. Законопослушные ходят пешком. Здесь пока нет другой возможности. Курсировать с левобережья до Тобольска и обратно. Юлия Савиных, Шамиль Гулеев, Михаил Куричко. Тобольское время. До нового года три недели. А в Тобольске, как вы поняли, настоящее весеннее оттепель. Температура почти на 12 градусов выше обычного. Виновник такой аномалии – атлантический циклон. Вихрь на юге области удерживает не по сезону высокую температуру. Самый теплый зимний день в Тобольске выдался на 7 декабря. Тогда воздух прогрелся до плюс 2 градусов. Конечно, такая погода для нашего климата – настоящая аномалия. В норме сейчас на юге области должен лежать сформировавшийся устойчивый снежный покров. А температура давно пора опуститься ниже отметки в минус 13 градусов. Кстати, ровно год назад в этот день в Тобольске подморозило до минус 20 лет. Но сибирикам не стоит рассчитывать на такое жаркое продолжение зимы. На смену атлантическому теплу идет арктическое вторжение. К вечеру четверга морозный воздух из акватории Ледовитого океана доберется до Урала. Уже в пятницу похолодает до минус 10, а к празднику стоит ожидать сухую и морозную погоду до минус 20 градусов. Но, кстати, не исключены и холода до минус 30. Несмотря на то, что сугробы тают, льда в Тобольске становится все больше. В городе 7 действующих кортов, а скоро появится еще 2. Впервые откроют каток на территории лицея. А ледовую арену организуют на малом поле стадиона Тобол. О развитии зимних развлечений шел разговор в Тобольском доме прессы. Две трети второго поля стадиона будет залито. Она сегодня уже вторую стадию заливки прошла. Мы сделали уплотнение. Мы туда предусмотрели и установим там лавочки. У нас там есть мини-трибуны. Мы выводим туда динамики, чтобы у нас там есть хорошее освещение. Торжественное открытие ледовой арены на стадионе Тобол состоится 22 декабря в 14.00. На праздники выступят тобольские звездочки фигурного спорта. А также впервые пройдет хоккейный матч в Валенках. В Тобольске растет спрос на социальные услуги. Детские сады, ателье, мастерские для творчества. Потребность в них велика, но не всегда предприниматели, особенно начинающие, знают, как сделать свой небольшой бизнес не только полезным, но и финансово устойчивым. Чем могут помочь городские власти? И какие вопросы требует участие регионального правительства? Эти и другие вопросы обсудили сегодня социальные предприниматели и представители различных государственных структур и крупного бизнеса. Успешным опытом этого года стала школа социального предпринимательства, инициированная Сибуром, которая помогает найти проект, нужный для города, правильно просчитать его и реализовать. Так, благодаря школе, скоро в Тобольске появится учебный центр для массажистов, мастеров маникюра и других востребованных в сфере красоты и здоровья специалистов. Они понимают... Школа помогла, ну, вот этот вот финансовый проект сделать, то есть мы уже поняли, через какое время мы сможем выйти на рентабельность, потом знания определенные, то есть вот в лицензировании, там, в различных, ну, вообще мерах поддержки. Ну, и то, что мы попали сюда, на этот круглый стол, тоже очень важно. Жители города Тобольска стали более социально активны. Они активно откликаются на различные задачи, которые необходимо выполнять в городе. Они с удовольствием реализуют проекты, которые направлены на развитие городской среды. Каждый житель, он сам понимает, что ему необходимо вокруг себя улучшить, сделать лучше для того, чтобы было комфортно жить. И мы только помогаем в этом. Идеи и предложения по вопросам предоставления земельных участков и помещений, проведению ярмарок социальных предпринимателей, соберут и отправят на детальную проработку специалистам регионального уровня. Тобольская полиция раскрыла кражу грузовика стоимостью около миллиона рублей. Большегрузный автомобиль пропал со стоянки гипермаркета в ноябре. Хозяин, 52-летний житель села Уват, обратился в полицию. В кратчайшие сроки сыщики нашли пропавший автомобиль в лесном массиве в черте города. В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили личность и задержали ранее судимого 40-летнего таблика. В настоящее время фигурант свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Грузовик возвращен законному владельцу. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Тобольское время дорожит своими зрителями. Некоторые становятся героями новостных выпусков. 30 лет назад мы рассказывали о репортаже про Николая Томаша, умелец из Вагайского района, покорил тогда земляков своими изделиями. Теперь Самородок пишет стихи. Вот уже 5 лет муки творчества не дают Николаю Томушу покоя. Сочинив очередную серию стихов, он отправляется в путь по редакциям. В Вагайском районе самодеятельного поэта хорошо знают, но он мечтает расширить круг своих читателей. Я пишу тебе с передовой. А сейчас у нас родная передышка. Был с фашистом тяжелый бой. Как ты там, сибирский мой цветочек? Очень я скучаю по тебе. Ты человек родной. Но война закончится, родная, верю. Скоро будем вместе мы с тобой. Николай Томаш написал уже почти 500 стихотворений. Есть и поэтические строки про себя. «Писать стихи – моя стихия. Я не могу без них ни дня». Бывший разнорабочий прославил свою малую родину – село Шестовое. Его стихи печатает и местная районка, и региональная пресса. «У меня как все равно компьютер вот тут. Я дома, допустим, в Новгороде где-то работаю, копаюсь. Или же я с курочками там. У меня тут компьютер включен. У меня идет, идет. Ага, два, три, две-три строчки есть. Бросаю работу. У меня тут, если копались картошки, то табаретка и авторучка с четвертой. Записал». Его поэзия о родине, о патриотизме, об одиночестве, о материнской любви, обо всем том, из чего складывается жизнь. Судьба у Николая Томаши нелегкая. Родина его предков – Румыния. Мать в Сибири оказалась не по своей воле, вплоть до смерти Сталина ходила с сыном отмечаться в соседнее село. «Фамилия, она румынская. Пришла с Румынии. Во время, самое первое начало войны, первые дни войны, маму, бабушку привезли, как, это, сюда эвакуировали. Вот они в Агайо в Изюке жили, гоняли скот на Тобольск, где вот это, пасли летом скота. В родном селе без Николая Томаши не обходится ни один праздник. Он исполняет стихи, частушки, песни. Радуя людей, он спасает себя от одиночества. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. Далее о погоде спонсор прогноза выставка продажа «Край Камчатки». Деликатесы Сахалина на самый изысканный вкус. С 12 по 15 декабря в Доме культуры «Синтез» состоится предновогодняя выставка продажа рыбных деликатесов «Край Камчатки». Красная икра. Более 30 видов рыбы горячего и холодного копчения. С 12 по 15 декабря. Город Тобольск. Дом культуры «Синтез». 6 микрорайон 52. Впереди прогноз погоды. У меня же на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на Т плюс В. Погода на завтра 12 декабря. Днем облачно и снежно. Воздух прогреется до минус пяти. Вечером похолодает до минус восьми. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова